ну хорошо начнем ну хорошо начну читать собрала рацион обуви мигалайдера хотела ну как перевел правильно андрей воля хотя воля тоже странно русское слово правительство рацион рацион это вообще как бы желание рацион ховши это вот свободно называть ну наверно по-русски да 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 русское слово воли не очень понятно данная воля то наверно свободное то что рацион ховши на свободное желание но бы сэдер воля творца смотри в русском языке есть различие воли и желания в иврите это рацион то есть например то что сила воли это куаха рацион его желание да ну вот есть тоже такое стандартное словосочетание рацион ховши то есть свободное желание вот по-моему свободное желание что-то типа воля мне кажется да хотя воля с другой стороны волевой непонятно такой такой силовой еще есть какой-то примесь такой есть но неважно беседа воля всевышнего проявляется до медгалэ это как бы открывается да вот гелуим это как раз открытие в науке а вот медгалэ это как бы раскрывается это пассив поэтому это как бы он раскрывается на через мада мада это природа от слова лада изучать все как бы наука мада наука я что сказал природа до слиха да мада конечно наука хотя опять по русски слово наука от слова учить наверное да а пора на иврите мада лада знать небольшие различия окей дугма мерказит ла их далутра цона бурэ дэра хамада и турат а эволюция вот потрясающая вещь а именно центральный пример проявления воли всевышнего через науку является как раз теория эволюции как мая каббалате сейчас кто-то стучится окей садыргаму хахмей каббалате иру это и подхуто аруханит шэляула это али хадрагатии мудрецы каббалы да то есть как бы не открытого такого тоже по-русски называется тайного учения да они показывали духовное развитие мира а или представляли духовное развитие мира как ступенчатый процесс и стал шелут что шелут это цепочка событий вот на современном говорят и что ты лута дворим а хотят разговаривать какое-то происшествие которое произошло говорят и что шелута дворим а именно вот развитие событий и дальше объясняется как все это было да окей да вот это вот мнение имеется это мнение хахмейх каббала то есть знатоков мудрецов талмуда нахалатам шельмятим то есть как бы такого мнения придерживались немногие да и хидрис гула то есть как бы некоторые избранные которые были посвящены скажем в тему скажем так а валь амона мана а валь амона амая роги лакшов но как бы народной массы скажем тогда они а я роги то есть их приучили и они были приучены думать что вот мир ну и геях как бы бум образовался внезапным образом то есть из ничего все они так 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 постепенно да лагих это вообще ну так вот внезапно появляться на дихо это когда кто-то кого-то толкает на бых в том числе да и вот дихо тоже когда например самолеты летят бомбить бомбить например тоже называют это вот так атака называется дихо тоже на с тобой такой же идея что не было вдруг появились поэтому здесь тоже как будто идея что он внезапно появился да так ничего не было пустое пустые дико пустая как бы сцены бах и появился за шесть дней такая идея коношона пасук но опять в соответствии с пасуком да брешит посмотрите первая глава 3 стих сказал господь будет он стал и стал и стала свет будет свет сказал все окей да в которой а то эволюция а вот именно теория эволюции шиергила это это нефиш а амон ламах шавата и подхода драгатит которая как бы приучила показала не знаю на фиша амон ну как бы сознание толпы или сознание масс приучила их к мысли о постепенном развитии под хаву райнушит петахла мивгаш и мэл аут вот это да вот это именно да то есть идея постепенного развития открыла человечеству место для встречи с божественным которая мигалэ бэ тэва убы история которая при которой божественной которая проявляется в природе и в истории до коль зод лыло кэшелэш и латно хода и все все это без связи это вот важное замечание лыло кэшелэш и латно хнута мада и шель а теория все это как бы без связи с вопросом о правильности о научной правильности этой теории да сгыться просто по видимо о самом как бы факте как это как это произошло без научного разбора теории то есть теории эволюции права или нет я думаю что она хочет сказать что он сам не знает с точки зрения науки это правильно это нет могут быть как бы разные мнения но приводит вот эти миг болот миг болот параллели с хохме и каббала с знатоками мудрецами каббалы с одной стороны а с другой стороны как бы с народным сознанием или там мнением толпы которую приучилась вот идея о постепенном развитии мира до чайта выводе на на халат хуга миха ну то есть правильности эти теории или верность теории она до сих пор является уделом научных кругов до сих пор обсуждается насколько правильно как это рабочих как-то как вот такой подход окей то рата эволюция и нет келит лилог эрэв биткэ бэ итнэгдует альрэкэ дати но эволюционная теория сталкивается беспрестанно беспрестанно с сопротивлением религиозных кругов скажем так есть те которые будут аргументирует свое сопротивление эволюционной теории с помощью приведения отдельных псукимстиков из торы библии танаха о бэта она бэта она мусарит шилой тахэншем и курошэль незарабрия еху или таком скажем моральном или ну не знаю морально не очень хорошо но оставляю не могу сейчас другого аргументации о том что не может такого быть или непостижимо что происхождением венца творения творец венец творения происходит от обезьян ну как бы невозможно себе представить да человек который венец творения происходит обезьян обезьяна что-то представляется как на уровне ну не знаю оскорбительного ругательства в этом отношении правильно как скачу чатернашу от обезьян я помню всегда когда нас те те которые говорили за эволюции самое простое как бы отбив был такой ну вот если считаешь что часть это произошло от обезьяна может быть и произошло от обезьяна чек-сенс как бы неудобно как такое может быть что произошел от обезьян нормально человек не должен произойти от обезьян хотя и можно подумать что она развивается как не очень приятно считать что произошел от обезьян если а вальтию ним элу инам хазаким дайя но эти утверждения эти аргументы они недостаточно сильные объясняется абсуким шимитарим это масэ брешит инам цирхим и ламет квит сутан ну во-первых те стихи пасуки которые приводятся вот для этой аргументации внезапного появления мира не ступенчатого да своей как бы полноте за шесть дней эти пасуки которые описывают массы брешит тут надо сказать даже на уровне моего знания по моему это как бы это это известно да которые описывают что при на по-русски ты про это создание мира хода хотя есть опять же устойчивые формы языковые идиомы да которые да правильно массы брешит что такое массы брешит этому шаве равняется масса меркова массы решит это создать это создание мир описано книги решит грубо говоря да вот но оно шаве то есть понимается также как масса меркова 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 слово муркаф сложный а именно сложный загадочный непостижимый из понимать эти пасуки изначально как описывающие какую-то физическую реальность наверное неправильно окей потому что даже то как их назвали как как традиция называет шесть дней творения массы брешит уже из одного этого видно что и подход был к тому что это это описывается непростые как бы физические мнения окей на это я все от себя добавил и так сухим который описывает это массы брешит до создания мира они должны быть понят или из или изучены и должны изучаться соответствии с прямым смыслом как написано сказал бог да будет свет стал свет почему потому что принято в традиции считать что в этих сухах есть сот сот это тайна да окей да это она теперь второе это она мусорит и не на уме да да вот это вот ну как бы этическое не морально хотят на это же самое этическое утверждение о том что невозможно себе представить что венец творение человек происходит от обезьяны да это тоже но в общем не выдерживает критики почему почему потому что пыль или глина а прах земной слегка вот лучше прах земной это тоже не чем не лучше чем обезьяна здесь сказать по прямому смыслу как станут человек был создан из праха да ну как бы тоже не в чем поношу такого чем обезьяна хуже прах я говорю а в этом не пишет на такая идея ты куда дальше пролистал нет или это мы там носки есть интерес теорию монету на этот счет ну хорошо давайте посмотрим это вот четвертая как раз там где мы были да да то есть нет идентификации между тем рассказом или рассказами о сотворении мира который описывается в торе в кавычках в скобках разношем бе и судам метафизе нефлолимды бетхум ситре тора которые в своем как бы изначально свои знать своей основе являются метафизическими и включаются в область которая называется непостижимые тайны тора я переговор бы так окей не стар это скрытое за все знают про тура то не старые то крытая тора еще есть открытая тора да то что мы все читаем правильно а как бы скрытая тора на то что передается уст научиться и вся и который не является достоянием многих дальше убей на и подход а биологи от физикали и между развитием физи физическом биологическим физическим развитием который описывается наукой а тора она не идет как бы вслед за наукой описывает точно как наука описывает происхождение я от себя добавляю теория большого взрыва там и так дальше почему как этапе как это отбивается бывает так бигдейла от киши районами сиям почему потому что тора хочет подчеркнуть какую-то определенную идею опять я тебя добавляю поэтому эта идея она не обязательно или вообще не связана именно с научным отображением научной картины мир а идея несколько другая мы все понимаем что есть прежде речь идет о идее как бы этической моральной а не как бы научными моделями которые мы знаем они в общем меняются от времени ко времени уточняются аннулируются приходит новый этап дальше окей дальше бы прошит в недельном разделе брешит или в главе брешит посмотрите первая глава 24 стих каким образом всевышний приказал земле производить растущие данным вот так сказано так можете посмотреть русский перевод нефиш хая ламина бэйма в рэмис в хайо то эрэц ламина ну тут очень интересно да это всегда подчеркивается с научной точки зрения давайте переведем я можете посмотреть перевод если у вас под руку есть что что было приказ на земле произвести нефиш хая живая душа да и у нас у всех сразу у нас сразу звучит в голове про кого сказано нефиш хая нефиш хая сказано про человека правильно когда создан в первом рассказе о сварении человека сказано правильно моя адам и нефиш хая то есть мы сразу понимаем что тут вообще говоря какая-то альтерация с созданием человека потому что у него именно находится нефиш а у других нефиш не есть такие так нефиш хая ламина о дальше написано ламина ламина это по их родам по их роду можно можно писать комментарий наверное как бы идея такая во первых шнэминин то есть есть два мина есть минзахара и минокива есть мужской и женский да кроме того я думаю что здесь как бы еще эта идея днк потому что когда раздается ребенок то он наследует черты свойства сказать как угодно более научно до своих родителей называется ламина то есть окей теперь дальше бэма потом дальше где-то животные в рэмис а рэмис это те которые ползают то есть животные по-видимому которые ходят а рэмис это которые ползают да как это по-русски называется бэма это скотина или домашний живот а да наверно да наверно да бэма ну почему а если носорог какой-нибудь а это уже хаятерец это уже а ну хорошо да нам да наверно да бэма скажем домашний скот окей хотя он домашним достал потом до домов еще не было не важно окей наверное да такое различие в рэмис рэмис это по-видимому все эти самые ползающие призноводные вот что-то типа этого вэхаю то эрац ламина хаю то это звери 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 земные да опять ламина вот ламина тоже очень важно мне кажется мне кажется может стать комментарии во первых это мин захара минокива то есть время есть самец и самка да а во вторых во вторых это вот передачи как бы наслезности которые на уровне у китайца рождаются китайцы так грубо говоря да или там еще что-то вот а уже вот на яблони вырастает яблони они груша а носорога рождаются носороги они как-то по-другому вот такой заложенный код да а вот после этого более подробно показано ну можете посмотреть как бы по тексту да каким образом были созданы домашние животные наверное это идея потому как андрей перевел слово бима вот эти ползающие и земные твои земные твари скажем тогда или дикие звери а да но при этом вот какая правда вот какая интересная вещь выилу она фишахая но при этом в этом дальнейшем впечатлении про на фишахая про живую душу ничего не сказано да странно почему а что такое на фишахая а на фишахая мы понимаем и спасли из дальнейшего во второй главе сказано ута на фишахая не ада и вот та самая это на фишахая который упомянута в первой главе это человек почему пришло второй главе уже сказано вы и я дамы на фишахая когда сказано как господь его сотворил с праха земного сказано вы и я дамы на фишахая и он стал живой душой но тоже все за все мы знаем известное место для многочисленных комментариев о том что создание человека описывается в двух различных историях первое этот это вот это вот это а второе сказаноば я сзади на и удами и дальше 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 часть но сейчас нам интересно то прон Destок и из этого видно что создание человека на видимо отличалась от создания человека по параметру на биржкой а то есть у него есть нефиш из душа вот отличалась создании всего остального born И таким образом, из этого можно вывести, что Тора, она устанавливает, что Земля не была способна сама, сама произвести человеческую душу, в отличие от вот этих предыдущих, которые были, да, то есть БМА, Хаят-Асаде, эти Шерц, или как они называются, не Шерц, а как там был, Релис, да, окей, да. И она, в смысле, это нефиш Хаят, да, живая душа, она была создана позднее Всевышним Благословенному. И почему вот таким образом описывается, вот это, по-видимому, приводится здесь пример, что описание Тора, если мы его как бы изучаем, то в нем нет соответствия с научной картиной мира, как она сейчас представляется человечеству, но в нем есть другие квиот, в нем есть другие утверждения. Например, вот та утверждение, к которому мы сейчас пришли, да, к вия эркит. Эркит – это ценностная ценность, то есть в ней есть этическая ценность, моральная. Какая? Природа может развиваться и продвигаться, прогрессировать. Но у нее, у природы нет возможности это производить, осуществлять, да, свободный выбор и мусар, и мораль. То есть это те две вещи, которыми человек отличается от всех остальных живых существ. Окей? Именно сэ адам льет, лихьет с лица, кияцура, тиви, бельва. А, вот очень интересно. А если человек попытается жить, как некоторое природное создание, да, ну, там, уйти в джунгли, такие продвинутые хитры, уйти в джунгли вообще, быть не связанным ни с какими лицами. Обществом, социумом вообще, как бы, одеться в тряпки и жить вот нормальной природной жизнью, природный человек, типа Маугли. Окей? Он при этом сможет стать вообще таким существом развитым, в каком-то смысле даже, ну, мудрым здесь, наверное, не а, в смысле, что у него будут, наверное, какие-то такие примочки, навыки, которые будут отличать его от других живых существ, да, в каком-то смысле. Такой будет продвинутый вообще человек из джунгли. В скобках написано, а мы хуне, бепарашат, берешит, анахаш, это я не очень понял, да, и вот такой, значит... Вот этот естественный человек называется в главе берешит Нахаш. Нахаш, да, ну, змеей, да. Аэром Миколь Хаятосаде, который будет хитрым, в смысле, таким, ну, хитрым, можно сказать, смарт. Я бы сказал, что вот это английское слово смарт как-то перевести, как по-русски называют, человек был сметливый. О, сметливый, сметливый такой, смарт такой, типа стартап сможет сделать себя в джунглях. Да, вот он от всех этих самых полевых зверей. Ах, у и е хасэр на шаман, но при этом на шаман у него не будет, а души у него при этом не будет. Если он будет похож на Нахаша, Нахар такой хитрый, да, там кусается, ползает, что-то такое, да. Кроме того, что он был самый хитрый из всех зверей. А вот с на шамой будет проблема. Поэтому вот у природы есть некое ограничение. Окей? Получается, что вот этот Нахаш, который описывается в главе Берешит, как змей, да, который был хитрее всех зверей полевых, это означает, что это вот это усовершенствованное, разумное, да, произошедшее, то есть естественный человек, у которого нет морали, нет свободного выбора, нет души. Вот это как раз... Ну, я, честно говоря, не слышал про такое. То есть вообще-то, грубо говоря, я дико извиняюсь. Это такой адюнтер, получается, вспоминать как бы Нахаш, Хава и Адам. Человеческих образов были двое. Был Адам и Хава. А если говорить, что Нахаш, это тоже какой-то был человек из джунгра, мау. Нет, мы же знаем, что он ходил на двух ногах, что он разговаривал. Нет, есть такой комментарий, что когда Хава говорит ишиане, а Нахаш, да, вот там по словам иш, да, что он меня соблазнил. Ну, типа любовника, да, тогда вполне нормальная история ради, да, вполне ложится во франциске роман. Там был два человека, человек моральный, человек с душой, да, и человек, вот, развитые животные. Это Нахаш, смей, которому произвела природа как раз путем вот своих, то, что она могла сделать вот из обезьяны, там, из своих подручных средств. Да, окей, да, отлично, очень интересно. Для меня это хирург. Окей, дальше. Раф Кук объясняет, что настоящая причина в проблематике принятия теории эволюции заключается в том, что люди не способны принять идею о том, что Всевышний Благословен. Он действует посредством постепенного развития. А вот дальше очень интересно, послушайте, меня это удивило, эта фраза. И можно, ну, как бы, усилить, да, или подтвердить вот такое утверждение Рафа Кукха. Еще таким фактом, что тот же сегмент, скажем, современное слово, сегмент населения, скажем так, людей, что метнагетла эволюция, которая сопротивляется и против теории революции, метнагетла ционут, он сопротивляется сионизму. Вау, какая связь между сионизмом и эволюцией, как бы, не очень понятно, да? Сначала я был ошарашен, дальше будет объясняться. Ио-мио-та-си-ба, то есть речь идет про харидим, просто он называется такой, эмфемизм, он говорит Эпеллах. Понятно, про кого Эпеллах говорится? Говоря простым русским языком, это харидим. Ио-мио-та-си-ба-ма-минша-аги-у-ла-с-риха-ла-у-фи-и-пи-то-ми-ю-т-вы-лоба-я-дрога. О-о-о-о, а как это связано, как сионизм связан с теорией Дарвина? Очень просто, потому что мио-та-си-ба, по той же причине, по которой вот эта вот часть населения не принимает постепенная идея о постепенном развитии мира, точно так же они верят, что освобождение, освобождение прежде всего евреев, шаги-у-ла-с-риха-ла-уфи-пи-то-ми-лоба, она становится некоторым внезапным образом. Например, вскобка говорит, внезапный приход миссии. Было бы отрога, а не в качестве постепенного процесса. Опять же, постепенный процесс, вот отец этого учения, это, конечно, Рафу, о постепенном приходе Маших, и то, что создание государства Израиля, неправильно смотреть в нем и выискивать проблематичные стороны и на этом основании зарубать всю идею и весь факт существования. Почему? Потому что называется «Идхальта де Геулы». Все только начало Геулы и есть обоснование в Кабале. Ну, это Раф Куперникиш, с литра Раф Шекпеникиш, значит, что его читатели про это знают. Ну, я что к вам бросил, для тех, кто не знает. Окей. Дугманус, Эфитлы… Мне кажется, тут очень сильные идеи прочитали. Нужно их обсудить. Получается, что есть такая консервативная часть человечества, которая понимает первую главу Торы Папшату, что по щелчку пальцев все возникло. Но у этой идеи есть такая побочка, что если я читаю, что Бог за шесть дней все сотворил, а потом он как бы почил, то, что называется, ушел за посоль. Из этого следует как бы идея деизма, что это учение, что Бог сотворил мир и удалился. Это то, что мы видим. Мы не видим его действия. Мы видим, что мир, как заведенная машинка, какая-то действует. И так верило вот это все человечество средневековое, что есть Бог, он есть там у него. Он сотворил мир, но он тут не действует. И при этом внутри было такое внутреннее течение каббалистов, которые осознавали, что на самом-то деле, если обдумать это, что в той точке, в которой сотворен мир, там нет времени. И, соответственно, это не значит, что он сотворил и удалился, а это значит, что творение продолжается каждое мгновение. И это значит, что Бог раскрывается как раз вот именно в этом процессе, поэтапным причинно-следственным. Значит, он раскрывается в истории, раскрывается в развитии человечества. Но эта идея уже более глубокая, потому что осознать, как Бог ежемоментно творит мир, это уже сложнее. Это было уделом каббалистов. И потом вот эта идея, она начинает внедряться в сознание человечества через теорию эволюции, которая до этого была уделом каббалистов. И дальше получается, что еврейский народ уже делится на два как бы лагеря. Одни остались в таком архаичном сознании, что если мир сотворен внезапно, то и Геула придет внезапно. А были как бы каббалисты. Ну и Раф Шерке, кстати, вот он тоже проводит анализ и говорит, что именно каббалистические круги, они больше принимали идею там земли Израиля, основания государства и так далее. Получается, что те каббалисты внутренне вот это течение, которые осознавали, которые описывали творение мира как поступенчатый процесс, и они пришли к тому, что как раз точно так же и постепенно должна прийти Геула. И к этому, получается, стали готовить человечество вот только последние какие-то там века, когда распространилась вот эта теория эволюции, которая по сути собой приучает человечество к мысли, что творец раскрывается через историю, осуществляя вот это творение каждый миг. Да, окей. Ну, это то, что известен нам Пинхас Полонский, правильно? Вот в своих книгах он пишет и объясняет подход Раба Кука не просто потому, что он, как бы, скажем, оправдывал сионистов или как бы так дальше, да, и пытался найти какие-то подтверждения истории к сионизму, а как бы представлял сионизм как некоторое воплощение действительно идей, которые есть в Кабале. И дальше эта идея о двух машеях и так дальше, да? Ну, как бы по-простому, мне кажется, это понятно. Еще совсем по-простому, скажем, тот сегмент, про который говорит Рафшерки, понятно, что это тот сегмент, который, если он принимает постепенное развитие, это постепенное развитие надо изучать. Грубо говоря, надо изучать науку. Продвигаясь дальше, совсем как бы материализуя до плане реальности, в Израиле идет борьба давно о том, что... Каким образом сделать так, что те учебные учреждения, харидин, которые получают дотацию от государства, а именно от министерства образования, они обязаны, что у них в программе были, это название, называется, лимудэ-либа. Либа в смысле от сердца. А именно, у них должен быть английский математик. Они сопротивляются, и как бы этого нет. Почему? Почему это от сердца английский математик? Ну, это называется на юрике лимудэ-либа, слово лев, в смысле некоторое центральное ядро светских знаний, скажем так, которые выражаются в английском и в математике. Называется лимудэ-либа. Да? Окей. И далее, я слушал, вот недавно была история этого вопроса, о том, что Бен-Гурион, он в свое время там заключил соглашение с харидин, что они будут получать деньги от государства, от министерства образования, но при этом обязаны, чтобы у них были лимудэ-либа. А когда к власти пришли ШАС, ШАС – это партия сефардских харидин. И они практически все это выкинули и создали целую сеть Уши-Жи, например, известная сеть Мааян, Ария-Дерри и так дальше, в которой было совершенно этого нет. И так до сих пор так это и происходит. Ну, опять, в скобках, закрывая скобку, то, что я все это говорил, для общего образования, для ситуации в Израиле. Но мне кажется, это идея, понимаешь? То есть гораздо с точки зрения замкнутости и, ну, я не знаю, в кавычках упертости гораздо более правильно-проще сказать, конечно, мир был создан как бы внезапно. Все, да, это был чудесный процесс и все. Как только ты говоришь, что это было постепенно, так это как бы наука, а науку надо изучать, а науку надо понимать. И все, гораздо проще сказать, что нет. Это все является апикурсус, это все эпикурейство, это все как бы наезд, натору, все совершенно. Поэтому на этом основании все надо ликвидировать это учение. Гораздо проще этого не знать. Ну да? Сто процентов. Окей? Хорошо, читаем дальше. Да, кто-то что-то хочет сказать? Народ? Ну, народ согласен по имени. Окей, читаем дальше. Дополнительный пример проявления божественного проведения, вот такой русский перевод, через науку, и подход амадаидвы технологии, хасрат тагим, шель, амиа, шельмя, амишим, шанах, рунок. Является, мы можем увидеть это в беспрецедентном технологическом развитии на протяжении последних 150 лет. Бесефир Азор, а вот пишется, что в этом, все написано в книге Азор, буквально пророчески, пророчески сказано о том, что будет происходить в 19-м веке, в 19-м начале 20-го века. В книге Азор написано, я только сразу перейдем, где начинается иврит, а не арамит. Убышешминотшаналы элэфа ашиши, а в на шестом столетии, на шестом столетии шестого шестого века, да, ну тут имеется в виду еврейские лет тысячи средних, правильно, для тех, кто как бы не в теме, мы сейчас находимся если я не ошибаюсь, я думаю, я не ошибаюсь, 5-7-8-2. Сегодня еврейский год 5-7-8-2, правильно, то есть вот это вот, мы живем в шестом тысячелетии по еврейскому лету тысячи средних. И под хуши арэхахма откроются ворота, врата мудрости сверху, эмэвээхахмалэматы, и как бы источники мудрости снизу, ну то есть человеческое имеется в виду, витукан ааолан лей лейканес лейла фашвии, и человечество будет исправлено, подготовлено, того, чтобы войти в седьмое тысячелетие. кадамшим и таке нацмо, наэра в шабат, лейканес лейла, это точно так же похоже, как человек готовит себя и как бы окружающую действительность в преддверии субботы для того, чтобы войти в субботу. Ну и дальше. Назван конкретный год, 1840-й. Да-да-да-да. А в истории это, соответственно, 5600-й год. Да. Лет до наступления седьмого тысячелетия, то есть шабата, человек начнет себя... Это как раз год, как мы учили на уроках истории, начало научно-технической революции, этого всего. Что такое 0481? А, это перевернутый цифры, да, поставить. А, 1840-й. Да-да-да. Ну, то есть вот пятое тысячелетие так. Да, середина 19-го века. Середина 19-го века. Окей. Теория Лапласа, Дарвина и так дальше. Нитан Ломаши, Сефир Азор, Кошер Беннетт, Пахут Амадаид. И мы можем как бы сделать вывод, что книга Зор, да, она связывает между научным развитием, которое в терминах книги Зор называется Шарей Хохма, а именно Врата Мудрости, Вегулат Исраэль. А Геулат Исраэль называется Итука Ноулам, как сказано в терминах прочтенного нами отрывка Исправление Мира. То есть создание государства Израиля, которое равняется синоним Геулат Исраэль, это синоним Итекуна Олама, это исправление Мира. Окей? Вега Хэн, бэмакбилэй, патхудзу, хэно, эт пылотам, а ци юнит у мавасрея. И действительно, параллельно с развитием естественно, научной картины мира, от себя добавляю, в середине 19 века, параллельно началось действие сионистских провозвестников. О, видите, как интересно. Тоже мне как бы не пришло в голову связать одно с другим. Потрясающе. Мне кажется, да. А кэши бэйн, патхудзу, мадайи, на технологии вэн геуат Исраэль, но вэме отцорах, да, и вот эта вот связь между развитием научной картины мира и технологии, и между освобождением Израиля, но вэме отцорах штия геула мэура клаула ми. А, а почему же тогда вот такое частное еврейское событие геуат Исраэль, грубо говоря, спасение евреев на уровне физическом примитивном, все, что сейчас говорят, от себя. То есть, ура, вообще-то тут не написано, я думаю, он это разумевает. Почему это частное событие отдельного народа, а именно спасение его от погрома, от катастрофы, от всего, но катастрофа потом, от погромов, от несчастья, которые были, все это выразилось в идее сионизма, да, а именно автоэмансипация, то есть, не получение независимости и равенства, и окончание преследований внутри тех народов, в которых живешь, а автоэмансипация. Автоэмансипация это означает своими собственными руками на своей отдельно взятой стране. О, так почему же это отдельное событие, которое было важно для евреев, погромы были против евреев, а не против других народов, да, значит, их имеет, Одесса не имеется в виду, тем образом, это вообще связано с взрывом и научно-естественной революцией, что непонятно. А он объясняет это. Акеша, бэнт, походу мы даете, да, вот это развитие научно-естественного, да, и наук с освобождением Израиля, но в Эммиатсорах он проистекает из необходимости шитье геуламы урак лалюлами, что будет освобождение, освобождение, освобождение Израиля, приобретает вид общечеловеческий, освобождение Израиля и создание, я от себя сейчас добавляю, создание безопасного убежища для еврейского народа в земле Израиля, это не конкретно, это не локальное событие, а это событие имеет общечеловеческое, имеет уровень общечеловеческого значения, и поэтому, как научно-техническая революция, да, имела значение для всего человечества, также Рафшерки к этому приводит, связывает это с, даже как мы видели в книге Зор, да, связывает это с конкретно Геулат Исраил, вот такая интересная как бы параллель. Луай там, Генат Исраил, кама лифнейт, подход, атикшор, это улами, приводит пример конкретно, если бы образование государства Израиля произошло до технологического развития и развития средств коммуникации, да, всемирных, то правильно предположить, что создание государства Урали было некоторым локальным значением, которое бы не выходило за рамки Ближнего Востока. И подход И поэтому вот научно-технический прогресс на технологическое развитие, да, соответственно, он указывает на некоторое универсальное направление, которое имеет вот это универсальное направление или всемирное направление, или общечеловеческое направление, которое заложено в идее создания государства Израиля. Вот мне кажется очень интересная тема. То есть мне такого, вообще говоря, не приходило в голову совершенно. Окей? Народ, есть какие-то мысли, замечания? Государство Израиля, избавление Израиля должно стать событием общечеловеческим. и чтобы оно таковым стало, было необходимо вот это развитие технологий, которая бы связала как-то народы, породила бы там средства массовой информации для того, чтобы узнали все. 100%. Если все не узнают, то нет никакого смысла. Да. В 48-м году образовался государство Израиля. По-видимому, это и параллельно идет с... То есть если идти по этой схеме, то государство израиль должно было быть образовано не только, когда было произведено голосование благоприятное в пользу Израиля, а когда было развито радио и телевидение, а потом же подознал весь мир. А дальнейшее развитие государства Израиля должно было быть связано с появлением интернета. Почему? Потому что тогда все происходящее на очень маленьком клачке земли, а именно святая земля занимает очень небольшое это самое, совершенно не одну шестую земного шара. А все, что происходит здесь, является своими заголоками в газетах. Почему? Потому что есть интернета. Окей, вот такая логика. Народ что-то хочет сказать? Народ согласен по-видимому? Видимо, да. Видимо, да. Ну, хорошо. Ну, тогда двинемся дальше. стой дальше. Седару фатха гилуим хамадаим порядок появления научных открытий. Зот ваот йодши ешли бурэ кавана легалот хелек мирцуно давка герех амада более того, поскольку есть у творца намерение раскрыть часть своей воли именно через науку, шорер седар бэ офаат гилуим хамадаим шенувеа бэмэ шарин амэ каваназу. Тогда существует порядок появления научных открытий, который вытекает прямо из этого намерения, то есть из намерения творца раскрыть свою волю через науку, как мы прочитали. Подобный пример такого порядка приводит с Равом Куком в его письмах. Адам акадгон савар ши гу омэд аль олам шату ах вэ я цит первобытный человек, древний человек, полагал, что он стоит на плоском и устойчивом мире. Да. То есть теория плоской земли, да, вот то, что было в науке древней, давным-давно. луэхэн, нудалу, шэггу омэд аль кадур, шэм мистовэ, вэнабим гэру, бахалаль, если бы ему было известно, что он стоит на шаре, который крутится и движется со скоростью в пространстве, он бы утратил душевное равновесие. Ну да, душевный покой. Да, окей. И поэтому милость сделал творец тем, что скрыл от глаз человека научный факт о земном шаре, то, что земля это шар. Коль од логофи або а кара гам вдела вэн гаймета мада и вэн ахавая ахуши. То есть милость в том, что Всевышний все время это скрывал, коль од лоэфи все время пока не появлялось в человеке вот это знание, разделяющее между научной истинной и чувственным переживанием. Чувственно мы все ощущаем, что мы стоим на плоскости, на плоской земле. Но нас с детства как-то приучили, что земля круглая, что она кружится вокруг солнца и так далее. человечество развилось до того, что оно способно было принять тот факт, что если древнему человеку доказали, что земля круглая, что она движется в космосе по каким-то неведомым орбитам, это бы его могло свести с ума. Он утратил бы душевное равновесие. Всевышний в милости своей скрыл научный истин об устройстве вселенной. Идем дальше. Кмохэн бэ астрономия Агазума Мия Судо Шэль Га Клаудиус Талми и подобным образом в древней астрономии ее основах здесь имя какого-то астронома Клаудиус Я честно не знаю но я по неверу сценария Да я не в курсе Клауди Талемей что-то такое Кадур Га Ары Самад Бам Мир Каз Ай Куб Агай Кум Сов Сов Свиво То есть согласно древней астрономии земной шар стоит в центре вселенной а вселенная вращается вокруг него наверное это уже следующий этап развития науки что вначале человек думал что земля плоская потом таки не дошли до того что она круглая здесь сказано Кадур Ары при этом она находится в центре вселенной а вся вселенная вращается вокруг нее и в этом учении учение древней астрономии было выражение не обязательно что оно было осознанно а вот тому мышлению с которым относился к себе человек то есть вот это восприятие человека которое вытекало из философии из холостической философии средневековья которое поместило человека в центр картины мира то есть человек осознавал себя как центр мира и получается что и научные открытия которые он делал они подтверждали вот это его осознание себя как центр мира венцотворения и так далее если бы человечество в тот период достигло вот этого установления этого как бы факта современной астрономии то есть достигло в тот период тех знаний согласно которым земной шар рисуется как частичка пыли грандиозной и как бы не подлежащей измерениям подчеркни где это слыха гигантских размеров гигантских размеров вселенной это дура арест то есть вот это знание что земной шар это частица пыли гигантской вселенной оно бы привело к развитию отчаяния в человечестве вот это отчаяние оно бы привело что это за слово навут это увядание засыхание не про нас будет сказано ужасная болезнь не вуд шеререм это отмирование мышцы то есть какой-то деградации над моральному падению этот факт был скрыт от глаз человечества и этот факт был скрыт от всего человечества для того чтобы восприятие человеком самого себя как стоящего в центре мира послужило бы причиной того чтобы человек принял на себя моральную ответственность по отношению к творению вот так кавур камамеот шаним шабахен питха айнушут мусагим шермусар вайрат шамаем во прошествии поколений камамеот шаним во прошествии нескольких сотен лет в которые человечество развило понятие морали и страха перед небесами шенабу митхи сазо которые вытекали из этого восприятия из восприятия что человек находится в центре и он соответственно каждое его действие оно влияет на все на все творение и он соответственно должен как бы как центр вселенной должен осознавать свою ответственность не там хаяли голод ха эйн софию то шель хайку и как бы после этого можно было раскрыть бесконечность вселенной для того чтобы дать основания другим понятиям например таким как скромность смирение или смиренно-мудрия как это говорится то есть имеется ввиду что в начале как бы человеку рассказали что находится в центре но это уже было следующим этапом потому что какой-то первобытный человек он вообще не осознавал где он находится космос что он собой представляет и так далее думал на плоской земле потом вот эта средневековая наука она человеку приучила к понятию что ты центр вселенной и значит ты должен нести ответственность за свои действия и потом вот это ощущение вот это восприятие себя человека нужно уравновесить как раз смирением обратной стороной чтобы человек не слишком как бы возносился ему рассказали что вселенная бесконечная земной шар это крупица пыли которая летит бесконечно и теперь человек должен вот это то что он развил в себе такое свое самоосознание как центре вселенной он должен его равновесить вот этим смирением и поэтому именно в таком порядке согласно письмам права Куха раскрывались вот эти научные открытия вот такая история есть какие-то вопросы или дополнения как-то получается логика она понятная если мы считаем что божественное проведение оно как бы грубо говоря управляет миром через научные через научные знания через закон да тогда следует и предположить что и как бы развитие этих законов постижение человечества как бы по временной шкале когда появляются эти законы или ну вот время появления этих законов оно тоже определено тем кто эти законы как бы я не знаю создает или дает человечеству скажем так создал всевышний и открыл человечество тоже в определенное время аравширки доказывает почему вот на каких-то конкретных примерах да почему определенные вещи которые мы знаем сейчас они не были известны раньше так наверное получается что ну человечество в целом да там вместе со своими учеными которые исследуют вселенную да они подобны такому ребенку да который начинает там все исследовать тянуть в рот и так далее также человек да с телескопом там тоже смотрит что находится за пределами вот он является всего лишь учеником да которого учит всевышний да вот сначала он ставит ему такие задачи вот это исследуй да потом исследуй вот это и человек в определенном именно порядке получает вот эти необходимые ему знания да как хочет творец да тогда получается что ну все идет по плану да получается что человечество думает в целом это то что оно должно осознать на этом этапе и дальше оно придет к какому-то следующему пониманию вывода сделав из теперешнего положения и так далее да и потом будет раскрываться ему какое-то следующее осознание это будет именно то знание которое как бы творец замыслил дать человеку на следующем этапе ну да да похоже что сейчас запало ну по-видиму нет а ты дочитал до конца слегка до конца раздела тут остался еще маленький отрывок который завершает собственно раздел тора и наука ну хорошо давай постараемся его дочитать если можно если можно продолжать дальше читать мне срочно помочь кому-то войти в зум хорошо район ахдуд хамадаид идея единства науки до варну саф хамадзбия аль зика хадука дэнгатурав хамада хуа шейфали ахдуд дополнительная вещь которая указывает на тесную связь между торой и наукой это стремление к единству в торе существует основное положение что мир это раскрытие скрытого единства как сказано в книге Творим 6 глава слушай Израиль Господь Бог наш Господь один хотя наука и не утверждает что Хм один однако это является общей формулой всей реальности Хм Эхад это общая формула однако можно увидеть что есть в науке стремление прийти к единой физической теории например теория единого поля есть в науке такая тенденция даст свести все науки какой-то единой формуле единой формулировки в частности теория единого поля Шетасапэк Хэсбэрко лелет лето паот ашуно которая даст общее объяснение различным явлениям ва и ва и в этой точке стремления к единству понятий тора тора наука встречаются тора как бы утверждает что все является все множество является проявлением скрытого единства да и наука которая не начинала да с того что ей было что-то сказано да как тора была дана с небес начинала с исследования поэтапного окружающего мира она приходит к тому что теперь все свои то что она раскрыла да она хочет привести к какому-то единому знаменателю к единой формуле которая объяснила бы все так и также можно говорить о прямом влиянии иудаизма на исследователей вселенной кэфиши ла михтавав ха эзотерием шель ньютон ше них сэфу рак лахруна как это можно увидеть из эзотерических писем ньютона которые раскрылись только недавно да я слышал о том что ньютон он был как-то связан с каббалистами есть такое мнение да и получается что он то есть его открытие да они были под влиянием каббалы да уж если он был связан да с этими знаниями и так хэнми отше хэллик меид падхуд амадаид гам гушпа бэмэйшарин метурат муше и тогда очень возможно что часть научного развития также находится под прямым влиянием торы муше лэмэйшарин маэйшарин маэшарин анахар анахар робахах бэфизика модэрнит шэаххуким физикалим неху ним бэяхас лэхо ляйкум кулон например есть распространенное положение в современной физике что физические законы верны в отношении всей вселенной и это вообще не было ясно ученым древней Греции лэфиа физика шэль аристу хуким суямим нахуним лэгабэй кадур хаар из бильвад согласно физике аристотеля определенные законы верны только в отношении земли в илупа гальгалим то время как гальгалим гальгаль это такое мунах аристотели шэмит яхэсли масту лэя кухавим шэмэ кифим это кадура арис то есть вот это гальгаль это понятие аристотелевской физики которая относится к орбитам звезд окружающим землю то есть вот это мучение согласно которому земля была в центре вокруг земли были разные вот эти сферы гальгалим по одной сфере луна крутится по другой солнце по третьей звезды созвездия другие планеты и так далее все вот эти сферы или орбиты вот аристотелев считал что в каждой этой сфере разные законы да и то что вот исследуют ученые древней грецы да они исследуют только физические законы земли альберт Эйнштейн альберт Эйнштейна однажды спросили вот здесь нужна помощь в переводе откуда знание что вот это однообразие возникает переживание то есть видимо как бы мы можем исследовать законы нашего мира да откуда мы знаем что такие же законы находятся на других планетах например Аристотель сразу говорил что на других планетах все не так да наука считает что там то же самое да хотя мы можем например ну как бы исследовать другие планеты только в каких-то небольших диапазон что конкретно там происходит на каком-то молекулярном уровне или на физическом по большому счету можно только догадываться но современная наука считает что законы там такие же да и когда Альберта Эйнштейна спросили откуда мы это знаем да откуда вытекает это знание об однообразии законов во всей вселенной он ответил он ответил это вера и логично предположить что это вера о том что во всей вселенной одинаковые законы ее источник в торе то есть если тора у нас начинается с откровений с небес когда творец мира вышел на контакт с человеком и рассказал ему как устроен мир то наука начинает с другого конца не зная как устроен мир она начинает его исследовать и рисовать какую-то свою картину да и мы видим что вот куда развивается наука она развивается в том же направлении откуда началась точка единства что она как бы стремится опять же там вот этот атом неделимый что все состоит из каких-то одинаковых элементов разных сочетаний развитие науки ведет к единству и в этом она сходится с торой и как бы предполагает рафшерки да что как раз в этом отношении вполне возможно что тора влияет на науку да все правильно вы дочитали раздел тора и наука следующий раз с божьей помощью начнем раздел который называется тора с небес пока по науке может быть будут какие-то вопросы или дополнения ну я не знаю народ по-моему думает на мой взгляд было очень интересно мне так показалось с этим случаем ну хорошо если нет вопросов потому что если немножко это самое это может еще встрелось посередине это проблема с зумом давайте сегодня на этом как бы закончим хорошо ну может быть народ обдумает так всякое мне мне самому очень понравилась эта тема по-моему она очень интересная очень интересно спасибо большое спасибо логично последовательно классно ну хорошо замечательно будем продолжать дальше по-моему очень интересная книга и вещи которые может быть всем нам известны даже с каких-то классов школы может быть может быть теория Дарвина проходили но связь теории Дарвина с возникновением государства Израиля как-то в советской школе не очень преподавалась насколько я помню что Рафширки явно вносит изменения в кольную программу окей ну хорошо всем счастливо пока всего доброго спасибо спасибо пока пока пока